Продолжение следует... Наверняка вы в курсе, что Сочи имеет статус круглогодичного курорта и сейчас активно готовится к зимнему курортному сезону. Ну а все мы готовимся к встрече нового 2016 года. Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». Здесь мы говорим на разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Ну а над тем, чтобы предстоящие зимние мероприятия прошли успешно, сегодня активно работает городское управление потребительского рынка и услуг. Как идет эта самая подготовка, мы узнаем у начальника данного управления. Гость нашей студии Андрей Никончук. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первые туристы, любители горных лыж начнут прибывать на курорты Красной Поляны уже буквально в ближайшие дни. Готовы ли к их встрече объекты горного кластера, ну и в принципе город? Я думаю, что сейчас уже в финальной стадии проходит подготовка объектов потребсферы к празднованию новогодних и рождественских праздников. Для того, чтобы не допустить, скажем так, оскуднения ассортимента продукции, мы перевели в усиленный режим работы предприятия оптовой торговли, расположенной на территории города Сочи. Руководителям курортов мы рекомендовали, скажем так, обратить внимание или больше ориентироваться на наши оптовые предприятия, или хотя бы выстраивать параллельные логистические пути для того, чтобы не было никаких казусов, связанных с климатическими условиями, чтобы не было никаких казусов, связанных с не своевременной доставкой продуктов питания на территории горных курортов, операторам питания, ну и в том числе федеральным сетям. Все путевки на новогодние каникулы проданы. Курорты Красной Поляны ожидают рекордный поток туристов. Транспортная логистика, пожарная безопасность, выполнение требований санитарных норм и правил собственниками средств размещения и предприятий общественного питания. Все эти и многие другие вопросы, касающиеся качественного приема гостей, находятся на контроле у местных властей. Особое внимание принимающей стороне необходимо уделить продуктовым запасам и подбору обслуживающего персонала, отмечают чиновники. Это два основных момента, по которым курорт получил больше всего нареканий в прошлом сезоне. Тогда из-за закрытых оптовых баз в дни новогодних каникул многие кафе и магазины остались пустыми витринами. Доработали на этот раз и дорожный вопрос. Как известно, большая часть отдыхающих на курорт приезжает на личном автотранспорте. Сейчас разрабатывается схема, дополнительно будут включены ласточки, также дополнительно будут в транспортной схеме отсекающие парковки, будут дополнительно работать роза хутора, только полторы тысячи мест для автомобильного транспорта. Поэтому в этом году все будет предусмотрено, чтобы не было коллапса, не было допущено того, чтобы какие-то были пробки и неудобства для наших отдыхающих. С 25 декабря на курортах ожидается заезд первых туристов. Со следующей недели Роспотребнадзор начнет обследование всех объектов питания и размещения, а также продуктовых магазинов. Удержание санитарно-эпидемиологического благополучия – главная задача контролеров. Добавился целый ряд документов, так называемых технических регламентов Таможенного союза, которые также регламентируют деятельность при реализации продуктов питания. Прошу на это обратить внимание, потому что там тоже ничего нового нет. Они просто собраны в единый нормативный документ, требования. Но ответственность за невыполнение этих нормативных документов на порядок выше. Это уже сотни тысяч рублей до миллионов. Поэтому просьба изучить перед началом сезона, чтобы ни для кого не было неожиданностей. Договоры с оптовиками о поставке продуктов необходимо заключать уже сегодня, подчеркивает в Управлении потребительского рынка. Отмечают специалисты и то, что бизнесу не следует ориентироваться лишь на иногородних поставщиков. Обеспечить всем необходимым готовы и местные базы. Не стоит забывать и про доступность в прямом смысле слова. Было очень много нареканий. Я вам скажу так, из 44 жалоб, которые поступило за прошлый сезон, 12 поступило именно за то, что просто-напросто до данных объектов невозможно было добраться. Хотелось бы понимать уже в ближайшую неделю количество персонала, которое будет задействовано каждым арендатором для российской снега и для российской или уборки наведения порядка, санитарного порядка на территории предприятия общественного питания. В этом году на горнолыжных курортах обещают новые развлекательные программы и экскурсионные маршруты. Многие в горный кластер приезжают не только, чтобы покататься на лыжах, но и просто отдохнуть семьей. Для этой категории разработаны пешие прогулки по Красной Поляне. И для гостей, и для жителей города предусмотрены праздничные мероприятия на площадях Лауры, Горки города и Розы Хутор. Зная, что у нас будет большое количество отдыхающих, уже традиционно с 25 декабря все федеральные сети гипермаркеты переведены в расширенный режим работы. То есть режим работы будет до часу, до двух ночи. Некоторые с 28 декабря переходят на круглосуточный режим работы. Чтобы разгрузить людские потоки, самое главное, некоторые увеличивают кассовые терминалы. Ну а мы с 25 начинаем мониторить, чтобы все кассовые терминалы были работали, чтобы гости и жители курорта смогли, в принципе, закупиться, чтобы на свой праздничный стол, чтобы все остались довольны. Более того, у нас на территории города Сочи в настоящий момент работают более 863 предприятий общественного питания. В этот сезон из них 156 по Красной Поляне в горном кластере. Поэтому уже на 1 декабря у нас есть подтверждение, что 316 предприятий будут проводить новогодние корпоративы в новогоднюю ночь. Со 2 января уже работают около 684 предприятий общественного питания. Поэтому мы не ждем какую-то нехватку посадочных мест. Думаем, что все будет достаточно в этом плане. И что касается продуктов, наши сочинские местные оптовики, наверное, не уступят и в ассортименте, тем же региональным. Вы знаете, тут вопрос больше не в ассортименте. Тут всегда вопрос стоял по оплате или об отсрочке платежей. Потому что, к сожалению, наши сочинские оптовые предприятия не столь большие, не столь масштабные, как логистические центры в очень других регионах России. И не могут давать столь крупную, то есть, сострочку платежа. Но в этом плане мы тоже провели не одну встречу между оптовиками и между курортами для того, чтобы выработать ту схему, которая, что касаемо продуктов, являющихся долгого срока хранения, если есть необходимость, пусть курорты делают запасы. Как минимум на 6 суток, то есть, чтобы 6 января, в смысле, уже начинается нормальная транспортная логистика даже с других регионов. Что нет возможности долгого хранения, или наоборот, в общем, что необходимо пополнять запасы. Для этого, милости просим, есть предприятие оптовой торговли города. В общем, все предпринято, просчитано, чтобы прошлогодний дефицит товаров не повторился. Конечно. Продолжается ли в городе программа по подготовке кадров в потребительской сфере? Не секрет, что не во всех магазинах, объектах общепита мы встречаем желаемый уровень оперативности, той же доброжелательности. В общем, как дела с сервисом обстоят? И можно ли говорить о международном стандарте обслуживания? Вы знаете, мы, честно говоря, были пилотным проектом по подготовке кадров в момент проведения Олимпийских игр. И, конечно, была проведена очень большая работа, в том числе с неким административным ресурсом для того, чтобы переобучить или повысить профессиональные навыки линейного персонала. И это, конечно, дало свой толчок. На сегодняшний момент те крупные игроки, которые зашли на территории города Сочи, они тратят до 51% времени на профессиональную квалификацию персонала. Что касаемо местных игроков, здесь, конечно же, мы и в дальнейшем, и сейчас продолжаем эту работу. У нас выработано 4 непосредственных учебных заведения, которые имеют свои семинары от 3 суток до 2 недель переподготовки или повышения квалификации персонала. Если брать горный кластер, то 18 декабря заканчивается прием временного персонала в операторов питания на горном кластере. И с 18 до 25 они должны проводить так называемые экзаменационные квалификационные семинары по повышению профессиональной подготовки данного персонала. То есть заранее готовят? Ну, заранее готовят, потому что в прошлом году у нас были факты, когда это был первый год, не всегда прочитали достаточное количество персонала. И были моменты, когда даже к нам обращались 29 декабря или 3 января, для того, чтобы мы помогли с кадрами. То есть чтобы, скажем так, учесть все недостатки, решили сделать это заранее, для того, чтобы мы имели профессиональный или квалифицированный временный персонал на территории горных курортов. Здорово. Ну и в продолжение новогодняя тема. А будут ли в городе у нас перед праздниками проводиться, как обычно, традиционные рейды по нелегальному алкоголю, по пиротехнике? Ну, что касаемо нелегального алкоголя, то рейды-то и не прекращались на самом деле. То есть они проводятся всегда. И они смотрят как на предмет легальности-нелегальности, контрафактности алкогольной продукции, так на предмет соблюдения режима работы алкогольной продукции. Что касаемо пиротехники, то буквально на днях мы будем проводить межведомственную группу с сотрудниками ОВД, для того, чтобы будут выработаны согласованные планы графики. И я так думаю, что уже с 15 декабря мы в усиленном режиме все будем на улице. То есть пиротехнику продавать можно, но... Согласно нормативным актам, пиротехнику можно продавать с реализацией всех условий хранения только в стационарных объектах. Никакой пиротехники на столах быть не может. Кроме всего прочего, я еще раз хочу, пользуясь случаем, обратиться к жителям города Сочи. Надо обратить внимание, в общем, и на своих детей, и на самих, и не потыкать, когда где-то на столах сладков у бабушек или еще у кого-то реализуется пиротехника. Мало того, что условия не выполняются реализацией, то есть она может отсыреть, она может быть недоброкачественной, все это приводит к угрозам жизни и здоровья наших детей и нас с вами. Сейчас тоже про Новый год, но уже с таким политическим акцентом. Как известно, с 1 января 2016 года к ввозу в Российскую Федерацию запрещена сельскохозяйственная продукция из Турции. Я вот уже слышала, а многие сочинцы задаются вопросом, стоит ли запасаться какими-то определенными товарами. Наверняка что-то исчезнет у нас из магазинов. Ну, тут в чем ситуация? Мы уже год живем в режиме импортозамещения. И этот год нам дал много-много шансов. Более того, кроме того прочего, существует губернаторская программа, которая работает на протяжении 3-4 лет. Сначала она была программой качества, потом перешла в общем все лучшее кубанское на прилавки. Это все привело к тому, что по некоторым сегментам, то есть мы выбили или насытили в общем кубанской продукции непосредственно в общем, в нашей прилавке, прилавке наших магазинов. Что касаемо последних событий, стоит ли стоит запасаться? Ну, смотрите, судите сами, анализ показывает, что доля турецкой продукции превышающая 30% это кабачки, баклажаны, помидоры. Ну, тут, по сути дела, в общем, учитывая, что срок хранения 2 недели, в общем, насколько можно запастись теми или иными фруктами и овощами. Кроме всего прочего, на сегодняшний момент буквально на той неделе был Круглый Сол, где была проведена работа, беседа с оптовиками. И, по сути дела, оптовики заверили, что, по крайней мере, к Новому году они ждут переориентировки нехватающих сегмента овощной продукции с других регионов, которые не попали по станционный список. Интересно, а на какие они будут переориентироваться рынки? Ну, прежде всего, то есть, это Греция, там, прежде всего, там, это непосредственно, в общем, то есть, другие, Израиль, то есть, это то, что было, то, что являлось основным импортером или основным поставщиком, допустим, цитрусовых на территории Российской Федерации. Ну, и кубанские, да, в крайне первый год работает программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». Сейчас в плюс этой программе наверняка пойдут и новые ставки на кубанские продукты. Вы знаете, честно говоря, в общем, как бы там ни было, может быть, да, действительно, в общем, помните, в прошлый год мы увидели повышение цены, пока было переориентирование, но это дало толчок об увеличении, в общем, непосредственно нашей кубанской продукции. И мы должны с вами понимать, что наличие и российской, и кубанской продукции на прилавках – это реализация, прежде всего, продовольственной безопасности. За этими, может быть, там громкими словами действительно идет безопасность каждой семьи, потому что, чтобы никто не зависел, в общем, от какого-то потепления там или там понижения там политической ситуации, мы должны постоянно видеть у себя качественные продукции. И действительно, ведь мы понимаем, что, несмотря на все сложности, и, может быть, когда-то зачастую там немного там, неважно, там, маркетинг там наших, там, да, там, производители когда-нибудь начинают. Наши товары по качеству, в общем, намного превосходят, в общем, те аналоги, которые подлежат на наших прилавках и других странах. Ну, это недавно у нас проходила белорусская ярмарка, там тоже было подписано много договоренностей. Да, проходила белорусская ярмарка, там было много подписано договоров о намерении, соглашении. Ну, там, к сожалению, немножко другой формат, там более крупный, там подписывали заводы-гиганты заводами нашими, то есть, то гигантами. Поэтому здесь мы уже опосредованно увидим, в общем, то итоги той белорусской встречи. Ну, вот эта переориентировка на другие рынки, как-то скажется на ценах? Вы знаете, ну, конечно, как показывает практика, конечно, в смысле, мол, даже если мы и уловим, то есть, удорожание, там, допустим, или повышение цены, это не будет, в общем, что-то длительное, что-то большое, грациозное, ну, большое. Потому что мы на сегодняшний момент, да, на протяжении уже четвертого квартала, мы мониторим 38 позиций наименований, вот, и на 26 из них видим стагнацию цены, что цена перестала, то есть, расти. Сейчас мы увидим, с одной стороны, уменьшение цены, это предновогоднее, с другой стороны, ну, то есть, различные скидочные акции, там, еще что-то, вот. Ну, и, разумеется, в общем, также можем увидеть, в общем, увеличение тоже предновогодних, в общем, цен. Ну, это все сезонно, это было всегда, это, ну, не сильно скажется, в общем, непосредственно на санкционные какие-то там продукты. В Сочи достаточно магазинов, вот, так называемой шаговой доступности. Появились у нас и сетевые маркеты, но, все же, может быть, есть в планах ввести в город какие-то новые крупные сетевые бренды, открыть новые, там, гиперсупермаркеты, вот. Ну, на сегодняшний момент, скажем, количество торговых площадей, да, согласно, в общем, коэффициенту обеспеченности, у нас превышает норму. Да, сегодня есть разговоры, есть переговоры, в общем, еще с двумя федеральными сетями, да, там, чтобы, допустим, сделать, там, один, там, мелкооптовый логистический центр, не буду сейчас, там, называть, там, с кем и что, там, да, там, увеличить существующую федеральную сеть, там, еще, там, допустим, там, одной известной сети. Ну, говорить о чем-то грандиозном в ближайшие, там, два-три месяца, то есть, нет, об этом речи не идет. У нас достаточно торговых площадей, у нас достаточно федеральных сетей. У нас, кстати, за последние два года, мы об этом, то есть, ну, не говорим часто, но у нас увеличилось количество так называемых местных сетей, потому что все же, то есть, бизнес начинает, то есть, развиваться, делать, в общем, свою сеть, создавать один, два, три и более, то есть, объектов по реализации продовольственной и непродовольственной группы товаров. Поэтому сейчас больше стоит вопрос, периентир на качественном обслуживании. Ну, и наши торговые объекты наверняка сейчас готовятся к Новому году, как-то изменится облик? Ну, он уже меняется, облик, если ты это можешь заметить. Ну, это обязательство же для наших предпринимателей. Заметить каждый. Тут, понимаете, в чем проблема. Мы город-курорт, мы город-принимающая сторона. Каждый приезжающий сюда является, как это принято говорить, микроинвестором. Как бы там ни было, в любом случае, с любого самого-самого хорошего курорта мы спускаемся, чтобы там или что-то приобрести в магазинах, или чтобы просто погулять по городу. Поэтому это не то, что обязательство, это крайняя необходимость нашего местного бизнеса непосредственно, в общем, привлекать себя любыми способами. Я когда говорил о достаточной торговых площадей, мы же считаем достаточность с учетом отдыхающих. То есть, по сути дела, если не будет отдыхающих, между своими жителями мы будем покупать друг у друга или обмениваться тем, что купили. А отдыхающие или люди, которые приезжают сюда, то есть на новогодние праздники, на рождественские праздники, особенность, потому что зимний курорт считается, скажем так, курорт по своей себестоимости дороже, чем летний отдых. Они хотят видеть или они привыкли видеть немного другой стандарт. Это должно подстегивать наших предпринимателей. Конечно, можно все зависеть там ролетами, закрытами, ничего там не украшать. Но потом, чтобы каждый из них не задавал себе вопрос, почему так, а почему мой бизнес не процветает, почему он не растет. Да, это важная тема. Кстати, а по поводу рекомендаций главы города по ночной разгрузке товаров. Как-то исполняют? Конечно. Мы, по сути дела, постоянно отображаем, то есть смотрим, мониторим ночную разгрузку товара. Учитывая то, что просто в 2014 году она была принята повсеместно, в общем, по всему городу, сейчас мы немножко сузили непосредственно круг, определили, скажем так, те улицы, которые наиболее транспортно загружены для того, чтобы там минимизировать еще и проезд, разгрузку, погрузку грузового транспорта, чтобы сделать более комфортным и удобным для жителей. Потому что, ну, не секрет, особенно это касаемо магазинов, так вы сказали, шаговой доступности, что у них нет погрузочных, разгрузочных площадок, стоянок, у них нет подгаузов. И поэтому для того, чтобы не создавать пробок и заторов, конечно же, то есть им необходимо просто переходить, в общем, наиболее удобный режим для жителей, для нас, в общем, разгрузки, погрузки товаров. Потихоньку и к этому приходим, да? Здорово. На этом время нашей программы «Стекло». Андрей Юрьевич, вам огромное спасибо за исчерпывающие ответы. А вы, уважаемые сочинцы, будьте в курсе всех городских событий и, по возможности, участвуйте в них. С вами была Инга Габейша. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова